Олег Дмитриевич, я хотела спросить, а что происходит с мужчинами, которые находятся и пожирают женщин? Давайте им прямо шлепнем, что с ними происходит. Наедаются, становятся такими масляными. А для мужчин это тоже зрелище, да? Да? Не теряют себя, разум теряют. Из летописи такие они описывают, было такое государство Спарта, не путайте с 300 спартанцев. Это просто восставшие гладиаторы. А было государство Спарта, в нем было не так много людей. Но там было такое правило, что мужчины, они много лет, по-моему, там лет 15, они служили все в армии. И при этом был запрет на отношения с женщинами. Они даже не смотрели на женщин. Было такое пословице, что легче столб соблазнить, чем воина Спарты. Эти мужчины, которые не смотрели на женщин, вот они с 15, там 14 лет начинали осваивать боевое искусство, они были такими сильными и храбрыми, что никто не мог их победить. Это было абсолютно непобедимое государство. Они никогда не проигрывали войн, никогда не проигрывали. Почему? Потому что у них были, забыл закон. Мужчины не общались с женщинами, пока они находятся в армии. И мужчина такой становился просто как камень сильным. Потому что мужчина теряет силы во время отношений с женщинами. То же самое происходит и когда в древней культуре мужчин обучали, вообще просто учили. И женщин тоже, кстати. Даже в России это было еще 150 лет назад. Женские школы, мужские школы. Когда мужчина учится и он не контактирует с женщинами, он становится очень сильным, разумным, мужественным. Но когда он начинает попадать под влияние женщины, то есть вот эта женская энергия расслабления, она его расслабляет, женщина, и он становится слабым. Поэтому есть такой эффект, когда мужчина женится, он слабеет. Это естественно происходит. Мужчина женился, у него на работе может стать хуже дела в отношениях, потому что его расслабило. Когда мужчина женится, женская энергия расслабляет сильно. Такой мужчина как ватрушка становится сначала, но потом он может как бы, она его начнет долбать, конечно, женщина, и он окрепнет от этого, становится крепче. Ну или сам мужчина так себя в руки берет. Но идея в чем заключается? В том, что мужчина должен учиться хранить себя. Он не должен сильно свою психику тратить на красивых девушек, чужих. Иначе он теряет силы, становится слабым, безвольным, неразвитым и так далее. Точно так же девушка, когда тратит на мужчину, она теряет чистоту. Мужчина, мужская сила зависит от силы, от храбрости, от энтузиазма силы. Энтузиазм мужчины в целебате. Но если мужчина тратит очень много энергии на женщину, он теряет эту силу, он становится менее крепким, выдержанным и так далее. Точно так же женщина, ее сила в чистоте. Когда она там открыла свое тело, пошла, энергия тратится. Я не говорю сейчас про семейные отношения, я говорю вообще, когда чужие люди такие отношения строят. Женщина теряет чистоту и вместе с чистотой она теряет так же разум. Она перестает понимать, где правильно, где неправильно. Женщина это понимает от чистоты. Вот она чистая, себя чувствует чисто, она все понимает, как правильно, как неправильно, потому что она все понимает сердцем. Женщина с сердцем все понимает. Вот допустим, если женщину спросить, лекция слушала, тебе понравилось? Она говорит, да. А о чем? Она говорит, я не могу сказать о чем, но понравилось. Это сердцем. Женщина с сердцем все воспринимает и все, потом начинает делать, как там говорилось. Мужчина воспринимает логикой. Он конкретно говорит, что ему понравилось, что не понравилось. И если спросить его, тебе в целом лекция понравилась? Он говорит, ну я не знаю, посмотрим по жизни. Если он жизнь подтверждает, он говорит, да, тогда нормально. Женщина чувствует правду, не так устроена психика. Поэтому, если она загрязняется, открывая себя, она уже правду не чувствует. И поэтому она становится несчастной. Она не знает, как жить правильно, она запутывается в жизни. Ее что-то уносит куда-то, в сторону судьба. Это мужчина и женщина должны хранить себя от разврата, от незаконных отношений между мужчиной и женщиной. Это очень опасно.